привет наташа привет привет все кто нас слушает или будут слушать дальнейшем мы вот начинаем такой удивительный проект даже проектом назвать сложно что-то такое просто вот такое родное что нибудь пообщаться поговорить о нашем о женском и на нашем новом канале сангейтс москва где наталья как раз является хозяйкой и в дальнейшем будет проводить очень много программ она это планирует правда да да вот о всяком разном интересном о том что нас волнует может быть даже волнует больше нас женщин потому что наши энергии женские отличаются от энергии мужских немножко вот оцелительстве о том кто мы есть вообще для чего мы сюда пришли о нашем сознании вообще тему миллион можно об этом говорить бесконечно вот а я в свою очередь попрошу представиться вторую нашу сегодняшнюю собеседницу рита очень приятно расскажи пожалуйста себе мне сам интересно ну ладно попробуй немножечко так ну все начинается с болезней у многих у многих все начинается с болезней или каких-то стен которые мы упираемся не знаем куда идти дальше или каких-то блоков вот со мной случилось наверное лет десять тому назад примерно может уже даже больше время так летит что его за ним не просто не угонишься обнаружилась проблема вот с гормональной соседовидной шлюзой мы стали ездить в индию искать какие-то ответы я стала искать ответы на вопросы чтобы помочь себе нетрадиционными методами самыми что не есть народными которые доступны и которыми главное что ты можешь помочь сам себе но конечно же специалисты нужны потому что без них трудно бывает что просто невозможно дальше сдвинуться с места поэтому конечно таких специалистов учителей встретилось очень много я очень им всем благодарна но наверное с этого момента и начался новый путь потом так случилось что у меня сократили и я работая на в корпорейт большой организации как программист осталась вот как бы без работы и думают надо было что делать дальше вот и попалась такая программа просто удивительно которой я была в полном восторге она называлась вот этот институт назывался это институтов integrative nutrition он находился в нью-йорке и это была самая деятельная онлайн программа таких которых сейчас очень много тогда 2010-2011 году их было мало еще но вот мне такая попалась и я с таким порывом с таким удовольствием все это проходило что мне казалось что вообще лучше в жизни интереснее ничего не бывает там было много интересных спикеров разные диеты которые мы изучали только для того чтобы понять что они не работают больше интересно потому что это действительно никакие диеты у нас не работают все начинается здесь и потом для каждого индивидуально я вообще до сих пор в восторге от того что тому чем у нас научили вот появились какие-то клиенты но первое было конечно себя поставить на ноги получить вот этот баланс и заряд энергии который так необходим и который меняет жизнь вот а потом потом открылась офис в чикаго центр который совершенно удивительным тоже образом преобразил жизни но я самое главное наверное был момент когда я начала ездить в бразилию и возить туда людей вот тогда на любовь и и все появилось сердце все расширилось все изменилось вот кстати я нахожусь на новом каком-то этапе когда опять нужно найти себя вернуть себя к себе а мне кажется вот если говорить про какой-то опыт то даже грубо сказать одно и то же там может быть одни и те же книги или одни и те же там знания да то есть когда через пять лет через десять лет возвращаешься как будто в первый раз что-то каждый раз новый срез каждый раз новая информация поэтому опять 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 в поиске себя мне кажется это бесконечный вообще поиск этот как однажды начав то по моему остановиться уже невозможно но интересно абсолютно мы меняемся каждые семь лет у нас меняется тело на появляются новые клеточки одни стареют одни молодеют появляются новые но как бы там ни было но и мы все а веришь ли ты веришь ли ты вот есть очень популярно мне очень нравится эта теория что ну а о том что может быть бесконечное обновление и только нашими убеждениями что мы там семьдесят восемьдесят девяносто сто ну как бы предел есть такой веришь ли ты что можно не на там триста четыреста и там как там восемьсот ну в общем хотелось бы конечно абсолютно абсолютно не знаю не удастся ли проверить нам вот в нашем поколении но возможно в будущем это сто процентов будет так но скажи пожалуйста а вот твои энергетические практики они каким-то образом помогают не стареть а наоборот двигаться вперед молодой красивой ну судя по всему судя по всему помогают конечно стрессы и какие-то не на этом трудные ситуации в жизни они конечно есть и они откладывают свой отпечаток но и такое как это в глазах добавляется знание да такой какой-то мудрость и опыта в глазах блядь не скроешь вот а в целом конечно по состоянию там по внешнему виду по какому-то не знаю там скакать как 20 лет назад ну то есть в принципе все это все это в силе и я точно могу сказать что то чем я занимаюсь вот когда я ушла из офиса особенно тоже из корпоративных вот этих серьезных историй мне конечно все крутили у виска и говорили ты вроде бы умная тебе надо лечиться с головой идти куда-то потому что как можно уходить в непонятные вот эти вот на тот момент истории народ боялся что это секты какие-то а я тоже искала знания курсы тренинги и конечно вот этот не знаю во первых мне кажется взгляд когда ты интересуешься то есть когда ты что-то открываешь новое и вот этот взгляд он добавляет какой-то деткости юности какой-то молодости даже бывает иногда старушечку увидишь какую-нибудь у нее сияющие глаза вот эти вот распахнутые на мир и там годы не уже все не видны на ней и ну а вообще по здоровью совершенно точно хочу сказать да то есть самоисцеление самовосстановление ну поддержание себя как минимум в хорошей форме то есть это даже ну это очень очень сильно работает в том числе когда ложишься например под утро готовясь там к чему-то у тебя с утра там какой-нибудь семинар или тренинг я помню что по два с половиной часа по четыре часа спала и долгое время никто не даже ну то есть это никак не сказывалось это если такие практические моменты рассказывать что можно себе ну запрограммировать скажем так чтобы за оставшиеся два часа выспаться так как будто бы за полноценный там десятичасовой промежуток и это работает какие-то тоже восстановительные техники уж не буду рассказывать всякие истории про себя семью свою друзей своих диагнозы диагнозы разные совершенно снимались вот это все работает можно сказать что это кто-то скажет что это плацебо эффект да что по вере вашей там да будет вам ну а я отвечу а почему бы и нет даже если так даже если это кто-то там я придумала да то почему бы и почему бы и нет если это помогает поэтому как говорится попробуй сам попробуй на самом деле никогда не узнаешь пока сам не попробуй опыт других людей это совершенно это их опыт и даже если у кого-то получилось это не значит ну в разных смыслах это получится у нас у нас может получиться совсем по-другому у каждого у каждого из нас поэтому да действительно это очень очень индивидуально а у тебя был какой-то опыт вот помощи людей которые сейчас находятся в каких-то таких тяжелых условиях ну я бы не сказала заболевшими вирусом или но вот может быть в каком-то депрессионном состоянии от того что они находятся дома ну конечно да да то есть сейчас у нас общение например вообще там в Москве так мы мы не встречаемся лично мы только онлайн и чаще всего даже может быть не по видеосвязи а по телефону мы разговариваем и ну как для меня всегда был показатель такой ну скажем чек-лист это когда есть результат по здоровью то есть вот была температура слабость там человек там не знаю плохо себя чувствовал тошнил там еще что-то да и тут он раз и встал и как рукой сняло то есть такие случаи тоже есть и сейчас тоже мне очень интересно я для себя такую статистику веду ну запоминаю там фиксируем вот и а которые психологические депрессивные какие-то состояния ну это обычно вообще разговора хватает прямо скажем возвращаешь человек возвращая себя возвращая человека какими-то нужными вопросами я вообще за то чтобы просто задать вопрос правильно вот и вот так ты и есть коуч потому что это самое главное чем у нас учили в школе если правильно задашь вопрос и человек откроется у него просто вот в голове то что мы здесь говорим вау ага момент да что вот оно произошло и что-то там все ответ кроется в вопросе да то есть в самом хорошем вопросе да это это прям да и себе конечно ну прямо скажем когда себе с собой такое менее приятно прямо вот я про себя скажу да когда начинаю там я думаю у всех бывает у всех специалистов и там мастеров и коучи и тренеров в периоды когда ты сам жертвишь недоволен там что хочется все там поломать вот и тоже момент вот мне кажется самое ценное это когда вот ну это избитое слово осознанность когда ты останавливаешь создаешь себе вопрос ответ чаще всего неприятный приходит но как бы как горькая пилюля все снимать поэтому с собой начинаю конечно всегда с себя и сразу спрашиваю вот не очень близко одно одно из направлений оно такое забавно звучит вот наверно да хоуп напонус слышала же вот этот вот вопрос что ну много лет уже там естественно направлению особенно там от вас пошло вот что все начинается с меня да и все все есть я и сразу я спрашиваю почему почему это событие почему этот человек с таким с какой-то проблемой возник вообще в моем пространстве сейчас что что мне это говорит абсолютно это то что учит одна из преподавателей вообще то что для меня открылась удивительным образом в нашей школе познания в университете познания Ольга Викторовна которая всегда говорит что каждый человек любая ситуация это зеркало и если мы поймем вообще для чего оно появилось и какую роль играет этот человек или это событие в нашей жизни это все это сразу шаг шаг вперед но таких зеркал на протяжении жизни их столько что дай бог увидишь себя просто во всей красе во всей красе тут главное да не как это не впасть в самообичевание от того что ты видишь это другая грань такая чтобы удержаться от гнобежки да себя тоже то есть что же это такое вот в общем но все как бы постепенно происходит да я думаю что если этот процесс превратить в радость и радоваться каждому вот такому появившемуся событию человеку ну как бы ну конечно надо перевернуть немножко свитч такой в сознании сделать для того чтобы этому радоваться это очень сложно но вообще любой процесс трансформации кто сказал что это будет просто да а по поводу радоваться радоваться опять же вот я как раз хотела тебя поспрашивать как ты считаешь вот про баланс вот этот вот например что действительно мы видим во всех ситуациях зеркала мы видим во всем что ну то есть что каким то образом я в этом поучаствовала соответственно могу изменить как так как мне нужно и видеть видеть некую радость то есть получить опыт да из этого опыта вынести ну полезное для себя и соответственно радость но чтобы не превратиться в тетку на позитиве есть у нас такое в России понятие тетка на позитиве когда например что-то любое происходит не знаю там авария ее как бы научили что надо говорить классно это да например развод муж уходит например она говорит классно значит новый будет и тем самым проскакивает период вот ну осознание урока то есть вот сразу сразу в радость старается и эта радость она накапливается соответственно потом вот эти затяжные депрессии когда ну уже коробочка полна вот этой радости неискренней ну какой-то наносной и потом это все прорывает вот это все весь все накопившиеся вот и вот этот вот баланс конечно соблюдать вот здесь тоже наверное для этого ум нужен вот вот ну да да вообще я понимаю о чем ты говоришь это очень сложно это даже бывает на уровне стоит того что мы с одной стороны можно радоваться с другой стороны все это себе собирать потому что весь который негатив он все равно присутствует его каким-то образом нужно вытащить из себя мы же не можем жить постоянно на на радости любая любой негатив превращать в радость можно но это надо делать осторожно ну то есть это это некая трансформация получается не называть это сразу там что происходит что-то неприятное а ты такой сразу нет это хорошо ну то есть а именно ну как бы увидеть вообще что там хорошего признав что да больно ну то есть вот момент принятия получается блокируется и сразу идет нет у нас все классно да на этом да основана техника радикального прощения вот ты сейчас очень правильно заметила осознать принять то есть когда мы мы не просто прощаем а мы проживаем как бы ну это немножко относится к другой ситуации может быть то что было в прошлом какой-то негатив который надо пережить и и еще раз записать вот заполнить анкету пережить эту всю ситуацию даже проплакаться потому что слезы тоже они выходят мы замечаем же особенно нам там женщина поплачь вроде легче становится вот то есть слезы и плач тоже никто не отменял не надо может быть не надо чтобы это видели все подряд может быть кто-нибудь кому нужно но а в принципе это тоже помогает вытащить из себя это и когда мы проживаем эту ситуацию по-новому тогда уже действительно приходит настоящая реализация что из этого можно взять что-то хорошее вот и простить и в первую очередь вот это хорошее оно уже будет адекватным зерном не сразу голословное такое и еще это очень-очень помогает вот это проживание и те же самые слезы помогает тому чтобы не накапливались в организме симптомы да вот эти все болячки там психосоматика наше избитое слово вот поэтому лучше я не знаю проплакаться чем потом ходить и вырезать что-нибудь себе поэтому я за это абсолютно ну давай поплачь кстати у меня есть одна интересная идея вот я почему-то именно с тобой первой сейчас поделюсь возможно мы это с тобой организуем пускай все услышат я в прошлом году когда еще мы все могли выезжать и уезжать и вот путешествовать была в одном йога-ретрите что ли и там у нас был курс по это называется по-английски love to yoga то есть йога смеха это совершенно был удивительный опыт это было так классно оно трудно воплотить жизнь когда возвращаешься как бы домой что-то затягивает и я как бы так так хоть и планировал планировал но так ничего не сделал но сейчас у меня возникла мысль буквально несколько дней назад что это можно все делать онлайн и столько удивительных упражнений и игр на самом деле это даже больше игр чем упражнений а к смех смех это удивительная вещь оно и слезы и смех оно почти иногда настоят на одном уровне потому что мы можем смеяться до слез это настолько отпускает все все блоки расслабляет это просто в общем катарсис какой-то такой идет что от слез бывает потом улыбаешься уже проплакавшись смеешься уже потом и бывает настолько отпустишь проревевшись что уже потом самому смешно даже во всех смыслах смешно над тем чем ты убивался но от смеха плакать так это вообще милое дело вот мы с тобой это обсудим обязательно да 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 кстати очень интересно я прям чувствую что у меня так это напряглось это растяжка для меня определенного рода потому что я видела в интернете иногда ролики там в инстаграме у меня есть знакомые которые показывали как они занимались где-то на занятиях вот йога сми как вот они хохочут вот на ровном месте начинают смеяться значит это очень заразительно на самом деле от того что даже тебе смешно от того что другие рядом смеют вот 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 и я у меня ум такой сразу начинает я конечно допускаю что это заразительно и что им там хорошо и что им это понятно а мне вот со стороны конечно выглядит конечно придурковато ну простите да да я вот сейчас тоже такая думаю так интересно смогла бы я ну вот у меня ум сразу начинает вот это страхи какие-то вот эта история ну конечно смогли бы сначала конечно есть такое вот сжатие смущение да и смущение и непонятно вообще с чего смеяться зачем что они вообще больные смеются вот знаешь палец помнишь покажи и смеяться будешь но на самом деле есть такие игры есть специальные высказывания которые помогают раскрепоститься и постепенно постепенно этот сеанс уже включаются все и тут конечно там очень много движений еще нужно как бы желательно это все с движениями чтобы потому что если двигаешься игры такие двигательные что ли подвижные вот и поэтому это добавляет и физической нагрузки и ты чувствуешь не только это да кстати онлайн вполне вполне хорошо для тех кто стесняется в начале то есть даже если это подвижность то дома тут вроде как никто тебя не видит кроме там группы твоей да там а так мало ли кто-нибудь мимо пройдет очень очень такая идея конечно у меня она вызывает беспокойство внутреннее касательно но это хорошо это что-то новое это вот как раз расширение своих возможностей своих привычных границ вот этих вот которые там уже привык да к ним и тут думаешь зона комфорта так растягивает еще важно что тут ты боишься а как ты выглядишь для других людей как бы вот ты смеешься у тебя непонятно какой вид а там можно и рожей строить извините и всякие все что угодно и не обращать внимание что про тебя думают потому что все ерунда а это кстати очень хорошая известная практика для настроения да плохое настроение пойди к зеркалу неважно что ты думаешь стой с улыбкой и у тебя нейронные связи запустятся ну как бы в обратную сторону получается ну психосоматика да психосома то есть неважно с какой стороны начинать по идее оно все равно одна палка о двух концах поэтому я думаю что это классно особенно если ты хохочешь то состояние поменяется я уверена что состояние даже самое противное поменяется абсолютно да да здорово хорошая мысль уже есть поставили птичку да вот мы с тобой обсуждали одну очень интересную тему о том что люди сейчас идут на разные практики и у них возникает желание просто действительно учиться учиться и учиться но это настолько может быть несбалансировано и идти в разнос что неизвестно чем заканчивается да некая некая подмена то есть я вот мне очень нравится такая фраза не фраза а словосочетание как этап период пчелы когда человек как пчела перелетается цветка на цветок да с практики на практику и набирается какого-то опыта и набирает в себе копилку инструменты и это ну мне кажется это как раз процесс познания классно но иногда опять же я не знаю что не знаю что для каждого нормально но вот иногда это замечаешь что человек уходит в иллюзии то есть он уходит от реального там мира грубо говоря перестает общаться с близкими там и сидит ну не знаю там постоянно что-то делать постоянно какие-то курсы с одного на другой и каких-то вот я просто наблюдала много в каких-то проектах которые начинаются например в каком-то тренинге и вот в рамках этого тренинга длительного какого-то идет какой-то проект да человек туда вкладывается работает там что-то ну что-то делает забивает совершенно на там не знаю семью свою работу то есть увольняются бывают разводятся там да какие-то вот делают какие-то вещи которые ну кажется естественно неадекватными со стороны может ему то наверное все нормально но вот этот момент нет ли подмены жизни да получается то есть как-то ну я для себя сейчас поняла что мы все практики изучаем для того чтобы было ярче радостнее жить вот прям здесь и сейчас там в этом доме с этим человеком там с этими детьми там работа или поменять или на этой работе работать найти для себя там какие-то радостные моменты и для этого мы пользуемся инструментами да а там бывает процесс ради процесса вот не знаю может это тоже нормально я как бы тоже у меня были заносы такие когда мои знакомые беспокоились я так предполагаю что они тоже такое думали про меня как ты вот как ты считаешь вот где рамка вернее рамок нормального нет у всех своя это каждый сходит с ума по-своему но ты знаешь что я думаю что иногда что некоторые практики они могут быть действительно на вот каком-то этапе первом втором третьем не знаю быть давать возможность чувствовать себя здесь и сейчас и радость и все остальное но где-то в промежуточном на промежуточном этапе они могут вызывать какие-то показывать тебе какие-то темные стороны тебя да вот как часто говорят мы снимаем эту шелуху с по-английски это очень красиво звучит но я пытаюсь сказать это по-русски скажи скажи по-английски нам надо нам эти лейеры onion layers они так и называются иногда что мы мы двигаемся в середину снимаем эту шелуху снимаем снимаем где-то вот на пути на нашем встречаются какие-то темные пятна и нам нужно это все проработать внутри вот эти моменты бывают очень даже непростыми такие случаи тоже бывают это в зависимости опять же от того где человек находится на каком уровне развития опять же никто не сказал что будет да у каждого действительно у каждого свой путь и он обязательно его находит рано или поздно ну вот например часто бывает так что в каких-то практиках нам нужен определенный период и мы не можем наверное это усложняет жизнь если мы начинаем какие-то другие практики вот мы идем и берем разные курсы разные направления вот иногда нужно может быть быть с одним учителем хотя бы какое-то определенное время бывает что конечно классы курсы сами себя дополняют если это все идет об одном чтобы познать себя у всех разные направления вот между прочим когда я ездила в Бразилию довольно часто вот духовный госпиталь и там совершенно удивительные вещи энергии и вот там были духовные операции так называемые то есть что это значит в принципе сидишь в медитации и тебе опять же в это надо верить это не для всех это не для общего понимания но я просто попытаюсь объяснить по-простому когда в медитации сидишь и тебе как бы делают операцию она есть конечно и физически а когда он там ножом ковырял в глазу это наверное многие видели или скреб разные участки тела вырезал что-то все это энергетически тоже происходит но вот во время этих операций с тобой работают духи и некоторые это чувствуют а некоторые нет и после этого надо идти к себе в номер и 24 часа спать желательно спать ну кто спать не может там ну проснулся можно сходить вот видишь появилось твое животное как раз я уже привлеклась этими энергиями они всегда чувствуют высунула да у меня прям когда вообще об этом говорю у меня такой бальзам на душе вот и 24 часа спать но самое интересное что после первой такой операции например человеку в течение трех месяцев нельзя заниматься никакими другими практиками ну там ни рейки ни даже какой-то там йоги разные йога есть там допустим кундалини йога более такая серьезная практика но главное чтобы не заниматься другими энергетическими практиками и 48 дней по-моему 48 дней нельзя заниматься даже сексом то есть нельзя спускать свои энергии вниз вот то есть есть такие ограничения я думаю что они не зря они придуманы не нами они даны спущены сверху поэтому вот и говорить о том что занимаешься какими-то определенными практиками может смешивать да бывает что смешивать не стоит и стоит сконцентрироваться на чем-то одном чтобы результат был лучше но потом уже идти дальше опять же все зависит очень индивидуально конкретных практик тут трудно сказать вот поэтому да вот такие моменты есть да бывает такое что вот и и не знаешь собственно опять же чтобы не оценивать да и не судить что есть нормально что ненормально я когда начинаю там может быть там мысль какая-то вот совсем наверное человек неадекватный адекватный а потом вспоминаю думаю а Наташа ты сама для многих людей совершенно не вменяемая поэтому ну как бы может быть я просто чего-то не понимаю еще я еще чего-то не понимаю человеку может быть вообще на самом деле нравится я размышляла на эту тему и подумала чтобы не вешать ярлыки адекватно не адекватно нормально не нормально как бы я для себя ценила ну например то чем я занимаюсь насколько это насколько это нужно масштабы вот эти все там занятия да например там семинары какие-то тренинги как я тоже там без конца ходила на всякие там ездила я потом поняла вот для меня индикатор это чувство как раз таки чувство радости внутри то есть если это не приносит радости искреннего чувства какого-то такой благости хорошей то есть если это какой-то напряг если это гонка за чем-то если это потешить свое эго что сейчас я вот тут буду специалистом еще в этом этом и этом то есть все все остальное кроме вот этой благостной радости это уже ну грубо говоря иллюзии какие-то игры игры разума игры ума и тут я бы уже подумала что тогда скорее всего это может быть и не на пользу а вот все что радует в сердце то и кстати очень мне нравится фраза сошла с ума да сойти с ума оказывается сойти с ума вроде как вниз да вниз это сойти в сердце это тоже своеобразно да для кого-то это для кого-то это штамп что все закрываете в клетку а для кого-то это комплимент поэтому абсолютно согласна с тобой да ощущение радости внутри должно присутствовать иначе это зачем это все вообще да как бы да кстати это очень различно для мужчин и для женщин потому что для мужчин может быть более приемлемы одни практики а для женщин другие и вот найти кстати и совместимость между мужчиной и женщиной бывает в семье или там друзья или как занимаются одними практиками но для него это подходит и для нее нету тоже кстати конфликты могут возникать на этой почве что в общем то тоже далеко не просто да да часто бывает ну мало того что бывает непонимание вообще чем ты занимаешься да какие то я когда вела тренинги там семинары проводила у меня некоторые девочки приходили там женщины взрослые приходили и втихаря там звонили и говорили что они то ли у подружки то ли пошли в крайнем случае пойти на йогу это у нас было такое кодовое там у кого-то слово на йогу а рассказать что ты пошел там энергетические какие-то практики изучать там какие-то целительские техники еще это смерти подобно дома будет сир башка да то есть вот тоже такое встречала поэтому да интересные вещи в этом смысле происходят я опять же возвращаюсь просили в духовный госпиталь часто привозил допустим муж привозил больную жену для того чтобы ну просто за ней ухаживать и заботиться как бы выздоровление нужно было ей ну допустим муж это было в двух или трех случаях я наблюдала настолько проникался всеми этими процессами медитациями столько вообще чувствовал энергии и это все было так здорово что ну жена как бы так потому что там не просто просидеть в медитации пять-шесть часов пока вот идут сессии а для мужа это становилось просто частью его жизни и он настолько проникался что уезжали они совершенно противоположных настроений потому что одно дело когда человек приезжает туда который ему нужно излечиться вроде бы но это сложно и не всегда принимается для человека который вроде бы здоров но совершенно разные такие моменты бывают когда не знаешь куда оно повернется но кстати говоря о совместимости вот мужчин женщины есть такое слово совершенно замечательно называется soulmate и как это важно когда мы находим человека который действительно наш родственная душа и когда не нужно даже говорить ничего можно просто услышать это все так на уровне интуиции вот так друг друга мы понимаем вот поэтому вот такой есть проект который сейчас существует уже супер супер я сейчас знаешь как обязательно попрошу тебя сейчас рассказать про него тоже я просто пока помню такой вопрос у меня про soulmate да партнер души или родственная душа есть такое мнение что это конечно самый не знаю самое самое близкое самое родное и то что знает тебя как как облуплено да человек то есть как будто там тысячу лет знаком и с другой стороны многие боятся этого потому что никакие твои маски никакие твои роли никакие твои желания выглядеть как-то круче там красивее там умнее еще что-то они не срабатывают потому что человек видит тебя насквозь то что говорят вот такой какой ты есть и что многие как бы сами не подпускают к себе родственной души потому что ну мы привыкли быть путляер да то есть мы страшно страшно открываться там боятся боли может быть там ну какой-то эмоциональный еще что-то вот вот здесь вот что ну как бы как ты успокоишь может быть или что ты скажешь ты знаешь что ну наверное людям таким которым не хотят открываться или не хотят чтобы их партнер видел их такой какой он действительно есть может быть это и не для них опять же мы все разные каждый каждый чего-то хочет своего и у каждого своя цель в жизни его сознание работает по-другому но например если говорить допустим про меня я бы я бы очень хотела быть такой как я есть и чтобы меня принимали такой как я есть и чтобы именно оно так и было в жизни между между партнерами но это и не играть и не играть никакой роль да играть не надо я не хочу играть никакие роли хотя мы действительно играем в жизни разные роли и роль матери и роль дочери и роль жены и так далее и вот вся жизнь на этом построена ну как бы это было здорово если вот такие люди есть которые не хотят ну хотим или не хотим мы их играем но в чем играть по минимуму что ли быть в каждой роли быть собой а не представляться им женщины которые конечно сейчас есть такие которые им важна им эмансипация они хотят двигаться вперед им важен бизнес ну это тоже роль роль бизнес женщины есть противоположные когда то что я называю там родовые юбки да и бесконечные вот это все то есть исключительно как это муза и все и ничего другого да то есть как бы которые считают что реально много встречая такого особенно курсов в интернете когда где расписывается что мужчина должен и там целый список что содержать оплачивать там все там пылинки сдувать там все 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 а она значит просто вот красивая ну как бы просто красивая просто красивая она просто позволяет и как бы только получает да то есть это вот игра в одни ворота которые и бывают совершенно в другую сторону естественно тоже там когда ну в общем это это очень такой момент видно находятся мужчины для таких женщин которым это доставляет удовольствие делать просто все для нее она вот своей энергетикой может быть это такая вот женщина которая действительно вот такая она и есть у нее такая энергия что она именно таким образом это прекрасно почему бы и нет если она такая есть но просто когда идут целыми толпами на курсы пытаются там из бизнес леди превратиться в розовый зефир ну как бы да вот какой то вот и вот это же ну то есть я например представила себя я подумала что ну может быть мои моей силы воли хватило бы может быть месяца на два я бы потом просто бы разнесла бы все ну то есть если вот там меня попытаться вот как это упаковать да цветочки и рюши да например полностью ну то есть вот именно быть самой собой вот это очень конечно ценное что когда ты естественно я и слабая и там и пореветь и там по хочется и плечо и все 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 да но все свои проявления иметь смелость как бы жить и проявлять все что в тебе есть ну и конечно же принимать то что в другом человеке полностью а не так что я то значит вот смотрите терпите меня всю да я вот потому что такая классная прокачанная а вы будьте добры ну вот это вот пропозицию когда никто ничего никому не должен это наверное действительно только родственные души могут вот так вот так прям сойтись я думаю что да и это очень важно и найти именно такую душу в общем то наверное не просто но вот нашем конкретном проекте и уже были люди которые заполняли специфические анкеты и самое главное что есть специалисты которые могут помочь во первых сначала в первую очередь понять себя какой же ты все-таки человек и что ты можешь дать другому и как как себя показать правильно с твоей лучшей стороны да вот одним из таких специалистов у нас является Елена Смирнова которая психолог и она эзотерический психолог и кроме того она еще специалист по соционике то есть она совершенно была она в первых рядах вот этой науки которая появилась не так давно вот поэтому когда ну скорее всего женщины желают себе найти родственную душу вот когда женщина девушка пройдет вот такие несколько консультаций она в принципе уже понимает какой мужчина может быть ее ну и плюс идет под под как бы я даже не хочу сказать слово подбор это совершенно неправильное слово какое-то вот возможность найти человека который который будет по астрологическим показателям по номерологии является именно твоей родственной душой и с которым жизнь будет в радость вот поэтому да это я думаю что ну вот у нас получается есть такой есть такой проект он в самом начале да вот получается что в самом начале я думаю что это будет интересно потому что это ну даже ну действительно многогран это не то что приди и найди здесь найдите мне здесь значит пару вот а это про то что вообще какая я какой я что мне нужно вообще что я хочу да и даже подлатать какие-то как это травмы да бывает потому что специалистов много разных причем разных и ну таких разных разных направлений разных возрастов разных вообще там по темпераменту по по подаче информации по сканированию по всему то есть это очень очень серьезная такая штука и когда ты сам себя лучше знаешь ну как сказать начинаем с тебя да и зеркало подойдет такое которое тебя отразит в твоем лучшем виде а все хочется быть чумазым перед зеркалом хочется же прям во всей красе и такое же зеркало во всей красе как бы появится это мне кажется зачем нам много зеркал да абсолютно и это может быть тот человек который увидит в тебе то чего ты сам в себе не видишь это самое лучшее да я поняла самые лучшие качества которые иногда наши таланты может быть даже которые мы сами в себе еще не открыли но они есть где-то там глубоко а когда эти таланты нас открываются как же мы хорошо себя чувствуем да когда мы в твоем месте и это может быть человек который откроет нас именно с такой стороны кстати это совсем не обязательно что soulmate это человек который партнер по жизни для тебя пришел приходит вот в твою жизнь это может быть и человек партнер по работе по так друзья просто бывают которые да знакомство которое перерастает в дружбу и я абсолютно уверена на твоем опыте сто процентов подтверждаю что не только не только это там школьные да и университетские друзья как говорят что вот они на всю жизнь остаются а на каждом этапе жизни приходят свои вот эти люди родственные души которые знают там ты год ее знаешь а кажется что это друг ну да с прошлых жизней да с прошлых жизней да кто сейчас нас поймет да да ну что ж Наташа я думаю мы с тобой очень продуктивно пообщались очень мне понравилось кто-то нас продуктивно послушал кто-то продуктивно не послушал может быть послушать позже но это не значение да главное что нам с тобой было приятно ну и я думаю что во первых и мы я точно знаю что я например некоторым своим друзьям порекомендую посмотреть потому что мы подняли такие вопросы и ты сказала такую информацию которая действительно ну как это из других уст услышать иногда подтверждение очень важно то есть есть еще такой момент что например когда друзья близкие опять же как говорят мысли сходятся да то есть и мыслят одинаково и даже одинаковыми словами фразами постоянно и когда появляется кто-то другой тоже в теме тоже тоже про это же но какие-то новые какие-то искры проскакивают вот новая информация или новые новые даже как это связи да нейронные новые какие-то вот ты проговорила некоторые моменты я думаю что это будет кому-то либо интересным подтверждением либо поводом ну для размышления какого-то новых чувств каких-то вот и задуматься мне например интересен этот проект потому что и на самом деле очень много по бизнесу хотят партнеров таких которым можно доверять которые тебя будут понимать поддерживать которые с которым там я не знаю можно молча да решать вопросы да там только подумал тебе уже озвучили тоже то о чем ты подумал то есть это это очень важно так что это не даже не столько про знакомство да там романтические например а про все это очень круто да да лучшие версии себя раскрываешься и вот все классно ну что а скажи пожалуйста мы с тобой еще как-нибудь поразговариваем то есть и вообще такой формат я так понимаю что можно же и разные как бы разные сочетания у нас спикеров могут быть вот в наших руках конечно обязательно мы будем встречаться и возможно это вот такое вечернее удобное время для того чтобы поговорить вроде бы поговорить но о самых очень важных вещах нашей жизни но из разговоров всегда появляется какое-то важное зерно и поэтому никакой разговор общение не проходит бесследно я вот сейчас тоже один из коучинговых приемов прямо сейчас вспомнила то есть когда общаешься с кем-то вот очень очень показательно ну один на один когда в паре общаешься с человеком и потом ну скажем в конце для себя можно даже не произносить просто самую главную вот такой есть вопрос что чему ты нашла чему я нашла подтверждение в сегодняшнем разговоре или что ну какой сайт меня посетил новый и вот это просто зафиксировать для себя то есть либо я что-то подтвердила услышала еще какую-то да поддержку своего своей какой-то правды либо я что-то новое сейчас узнала и у меня цепочка закрутилась новых каких-то нейронных там связей вот и это очень ценно мне мне очень нравится поэтому мне хочется продолжать такой формат формат пожалуйста раз дама хочет если женщина если женщина хочет лучше ей это дать да вот мне тоже очень понравилось я тебе очень благодарна это было очень продуктивно мы будем двигаться дальше будем спасибо огромное Рита спасибо окей да счастливо обнимаем обнимаем до свидания да конечно мы даже забыли что кто-то может быть кроме нас такое ощущение что мы беседовали просто между собой ну и нормально ну и прекрасно главное что нам приятно хорошо ну пока счастливо спокойно всего доброго до свидания